Блокчейн смарт от HTC, второй игровой Xiaomi, характеристики от Galaxy S10 уже утекли, слайдер от Huawei. Это все в сегодняшнем Droider Show о самом интересном из мира гаджетов, интернета и технологий за полнедели. С вами Валерий Истышев, поехали! История с игровыми смартфонами набирает новые обороты. Буквально весной компания Xiaomi выпустила свой первый Black Shark и вот уже подоспела вторая версия. Остановитесь, друзья! Внешний дизайн получился похожий. Имеется RGB-подсветка, задние панели и логотипа. Экран же у консоли фона на 6 дюймов, AMOLED с разрешением 2169 на 1080 пикселей. Внутри 845 Snapdragon и приготовьтесь до 10 гигов оперативки. Внутренней памяти до 256, а батарея на 4000. Также не забыли про камеры на 16 и 20 мегапикселей. Сканер отпечатков пальцев тоже имеется, вот только экран не получил крутую частоту обновлений, как у конкурентов Razer Phone 120 Гц и даже не как у Asus Rock Phone 90 Гц. Тут все стандартно. Но есть водяное охлаждение и интересные аксессуары. Внешний геймпэд, который превращает телефон в подобие свеча. И охлаждающий кейс. Штука жуткая и странная. Но вот а с чем у Xiaomi всегда неплохо, так это с ценой. Версия на 6 гигабайт и 128 внутренней памяти будет стоить 30 тысяч рублей, если переводить с китайской валюты, а топовая на 10 и 256, 40. И раз уж такая движуха, мне стало ужасно интересно, неужели мобильный гейминг переживает свой ренессанс? Напишите в комментариях, во что вы играете на своих смартфонах, на смартфонах друзей или на планшетах. Я прочитаю и составим что-то типа топа. PUBG, Fortnite и что-то еще. А теперь утечка о Galaxy S10. Да, о новом флагмане Samsung уже вовсю потекли слухи. Некий девайс под номером SMG9700, который скорее всего и будет S10, получит безрамочный экран на 5,8 дюйма с разрешением 1440 на 2960 пикселей. Внутри будет стоять новый чип от Qualcomm Snapdragon 855 или аналогичный Exynos. А также 6 гигов оперативки и 128 внутренней памяти. Камеры основные две на 16,8 мегапикселей с диафрагмами по 1,9. И вроде бы ничего сверхъестественного, но интереснее всего посмотреть, как же корейцы будут выкручиваться из ситуации, чтобы сделать свой смартфон полностью безрамочным и куда-то спрятать фронтальную камеру. Потому что они не делают челку. Не делают, они держатся. Молодцы. Вы уже начали забывать про HTC, а не стоило. Компания взяла и представила криптофон. Что это такое вообще? Новая категория или очередные игры маркетологов? Давайте разберемся. Смартфон называется HTC Exodus One. Видимо, планируют и второй. Девайс проанонсировали еще в мае. Концепт заключался в том, что каждый такой смартфон будет звеном блокчейна, создавая сеть для обмена криптовалютой. Более быстрой и удобной. Но все оказалось проще и банальнее. В Exodus есть защищенная область для кошелька крипты. Вместе с тем есть процедура и механизм восстановления ключей при потере или краже смартфона. Это интересно, но необходимо пока далеко не всем. Хотя, возможно, когда-нибудь мы все перейдем на крипту и телефон станет актуальным. Но, возможно, к этому времени он будет уже устаревшим. Если вообще это случится. По характеристикам девайс имеет экран на 6 дюймов, 845 Snapdragon, 6 гигов оперативки, а также двойную камеру на 16 и 8 мегапикселей. Кстати, они снимают 4K 60 FPS, что далеко не все смарты умеют. Да, еще батарейка на 3500. А цена смартфона в биткоинах 0,15 BTC, что в рублях на сегодняшний курс примерно 63 тысячи. И да, его можно будет купить только за криптовалюту в отдельных 34 странах. Не за рубли, не за доллары, не за евро, а за этериум и блок... и биткоины. Или за что-то еще. Может быть, все-таки еще рано списывать со счетов HTC? Они явно что-то знают. Сначала VR, теперь криптофон. Что будет дальше? Посмотрим. А теперь, друзья, небольшая музыкальная пауза. Смотрим на рендеры новых iPad Pro. Не молчим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Насколько будут похожи новые iPad на эти рендеры, с уверенностью, конечно, сказать нельзя. Но последнее время все утечки сбываются. И да, похоже, в нем не будет лайтнинга, а будет вместо этого USB Type-C. Будут тонкие рамки. И, возможно, не будет джека. Или он все-таки будет. Вот за это я больше всего переживаю. А вот какая компания в последнее время в ударе, так это Huawei. Она просто заваливает нас новинками. И 31 октября они представят новый девайс. Он будет безрамочный. И еще и слайдер. На этот раз новинка от суббренда Honor. Сам девайс будет называться Honor Magic 2. И сзади он будет очень похож на P20 Pro. С подобными тремя камерами и, соответственно, режимами съемки. А вот спереди OLED-экран 6,39 дюйма и механизм слайдер, за которым прячется фронталочка и, скорее всего, аналог Face ID. Работать девайс будет на 980 Kirin. И какие там будут рамки и будут ли они вообще, остается только гадать. Но под экраном еще и будет сенсор отпечатка пальцев, что видно на тизере. Ну и на этом все, друзья. На этот раз шоу получилось коротенькое, но насыщенное и доверху набитое гаджетами. Кстати, на канале еще вышла распаковка iPhone XR. Обязательно посмотрите. Там есть тест камеры. Во всяком случае, первый тест и впечатление. И целых три разных цвета. Да, я знаю, что у кого-то есть сразу все цвета, но тут три самые клевые. Простите, ничего не рассказал про город Токио, который находится у меня за спиной. И прямо сейчас я поеду на рыбный рынок есть настоящие суши. Так что читайте о наших приключениях с Баряном в инстаграмах. У меня собачка Истишев, наверное, где-то здесь написано. И у Баряна собачка Веденский. На этом все. С вами был Валерий Истишев. И до встречи в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова